SCP-1678 Non-London Объект номер SCP-1678 Класс объекта Евклид Особые условия содержания В настоящее время SCP-1678 содержится только частично Мобильно-оперативные группы ТАУ-4 и Псилон-6 успешно установили защитный периметр вокруг одного из районов объекта Гайдпарка При этом проявления SCP-1678 значительно сократили свое нападение на удерживаемую фондом территорию В настоящее время осуществляется постройка постоянной исследовательской базы а командиры оперативных групп готовятся к штурму музея естествознания в SCP-1678 с целью захвата передового командного пункта для дальнейшей координации защитных мер Текущие краткосрочные цели включают в себя захват дополнительной территории и расширение защитного периметра до музея естествознания а также исследование происхождения строения и слабости существ SCP-1678 В долгосрочные задачи входят попытки приостановить, прекратить или взять под контроль производство SCP-1678 и штурм Дома Парламента где, как предполагается, находится человек, сущность или разум ответственный за создание объекта с последующим захватом и постановкой на содержание указанной сущности Описание SCP-1678 это полномасштабная реконструкция Лондона расположенная на глубине ровно 1 км под обычным Лондоном В настоящее время исследован только район Гайдпарка но все здания по крайней мере в изученном районе по своему местоположению в точности соответствуют своим наземным аналогам схожи также внешние размеры и форма однако сильно отличается архитектурный стиль использованные материалы внутренняя планировка весь подземный город воссоздает Лондон в таком виде каким он был в викторианскую эпоху на улицах преобладает газовое освещение а все современные здания Лондона представлены в викторианском архитектурном стиле особенно примечательны небоскребы делового района освещение редкое и ненадежное способы газоснабжения и обеспечения постоянного притока кислорода неизвестны считается, что SCP-1678 был создан за очень короткий промежуток времени неизвестным способом при этом дом парламента является эпицентром процесса постройки пользу этого свидетельствует тот факт что с увеличением расстояния от дома парламента в конструкции сооружений становится все больше дефектов например, могут встречаться дома целиком построены из медных труб или других неподходящих материалов газовые фонари представляют собой простой стальной пруд с парящей над ними сферой света в зданиях нет деления на этажи, а в некоторых, в самых дальних от эпицентра исследованных районах отсутствуют даже оконные или дверные проемы помимо сотрудников фонда проявления SCP-1678-A, B, C в городе, по всей видимости, больше никого нет предполагается, что SCP-1678 был построен с целью создать убежище для выживших после события класса К это подтверждается аудиозаписью которая включается каждый раз, когда кто-либо попадает в город расшифровка аудиозаписи SCP-1678 вход Мой согражданин, если ты слышишь эту запись, значит миру, который мы знали, пришел конец небо разверзлось, земля задрожала под поступью грозных шагов все ужасы и все безумие из темных уголков мира вырвались на свободу неся возмездие человеческому миру пытающиеся удержать их или убиты, или разрознены и стало понятно, что сражение с этими существами сулит неминуемую смерть они уничтожили миллиарды людей пытаясь удовлетворить свою жажду убийства и мы ничего не можем, не могли сделать, чтобы остановить их зло выдрузило свое кровавое знамя над всеми странами мира клич об этой нечестивой победе прозвучал в расколотых небесах да, это конец, но есть новая надежда добро пожаловать в Нон-Лондон город выживших, город свободы вместе, согражданин, мы будем ждать и готовиться к новому началу к грядущему великому новому миру пусть мир наверху полыхает, мы выдержим пусть у монстров будет свой мир, мы подготовимся и пусть земля дрожит при наступлении нового Армагеддона когда зло будет пожирать само себя оно будет это делать, мой согражданин сразу после падения человечества ненасытный аппетитом монстров заставит их обернуться друг против друга мы подождем и я обещаю тебе, согражданин наступит новый рассвет и ты выйдешь из Нон-Лондона и будешь моргая смотреть на солнце в то время как наши дети будут смеяться и играть среди костей давно погибших кошмаров и рука об руку вы направитесь к морю глядя высоко вверх и восходящее солнце ознаменует начало нового века человека вы соберетесь у моих ног и я призову Нон-Лондон который восстанет словно феникс из пепла старого мира восстанет и восстияет и с этого дня, согражданин наступит новый мировой порядок ибо мы поднимем флаг Соединенного Королевства над всем миром я приветствую тебя в Нон-Лондоне в последнем городе в первом городе Расшифровка аудиозаписи SCP-1678 разная данное сообщение звучит в конце каждого часа текущее время время все в порядке при приближении к любому банку или полицейскому участку Гражданин, вы входите в запретную зону приготовьте пропуск вскоре прибудет Бобби чтобы сопроводить вас предупреждение после этого будет вызван один из SCP-1678-а при обнаружении экземпляров SCP-1678-а Стоять, полиция Бросайте оружие Давайте, шевелитесь Полиция, не пытайтесь бежать Раз в час, случайным образом Приведены не все зафиксированные сообщения Никто не защищен от воздействия меметических существ Проверьтесь сегодня Вы можете быть одержимы меметическим кошмаром и даже не знать об этом Психические обследования просты и безопасны Сегодня же посетите клинику Чувствуете легкий дискомфорт? Чем раньше обнаружится заражение мозговым червем тем проще будет избавиться от него Проконсультируйтесь сегодня со своим доктором Заметили, что кто-то ведет себя странно? Немедленно сообщите об этом Бобби В Нон-Лондоне преступления неприемлемы Предупреждаю Вредители общества станут его защитниками Зло может ходить в облике и плоти человека Будьте бдительны Часто испытываете тревогу или депрессию? Это может быть симптомом воздействия крикуна в структуре? Немедленно сообщите об этом Бобби Убедитесь, что хорошо запомнили все протоколы прорыва Во время учения недопустима паника или замешательство Не можете свести концы с концами? В этом нет ничего постыдного Дом презрения Брайсона поможет вам Я правлю ради большинства Не меньшинства Здесь нет ни у кого особых привилегий Опухоли, аномальные наросты Ранний признак заражения поработителям Немедленно сообщайте вашему доктору Обо всех странных заболеваниях Безопасность Нон-Лондона и его граждан Лежит на плечах всех и каждого Будьте настороже Большинство исследованных зданий SCP-1678 Предназначены для проживания крайне большого количества людей Стальные двухъярусные кровати Расположены близко друг к другу Вот главная черта всех подходящих для жилья зданий Однако исследователи фонда пришли к выводу Что основная часть исследованных сооружений Малопригодна для проживания По причине большого количества плесени Высокой влажности и некачественных строительных материалов Некоторые здания предназначены для других целей Самым примечательным примером является музей естествознания В котором размещена выставка «Крах человека» Среди экспонатов имеются отображения нескольких известных SCP-объектов А также художественная работа на апокалиптическую тематику Основная угроза, исходящая от SCP-1678, это существа Которые в некоторых записях называются Бобби Сленговое слово викторианской эпохи обозначающее полицейского Эти создания, обозначенные как SCP-1678A, созданы из человеческих тел Грубо расчлененных и заново скрепленных простыми промышленными крючами и шрупами Головы всегда замотаны бинтами Одеты в униформу, схожую с таковой у полицейских викторианской эпохи SCP-1678A крайне враждебны к сотрудникам фонда И при встрече сразу же атакуют Используя самодельное оружие Нападая существа, всегда издают странный звук Схожий с полицейским свистком А уличные громкоговорители в радиусе 100 метров начинают воспроизводить сообщение Полиция, стой преступник SCP-1678A крайне устойчивы к урону Уничтожить их можно только с помощью крупнокалиберного оружия и взрывчатки Предполагается, что местом их происхождения является дом презрения Брайсона Об этом свидетельствует роба этого места Которая надета под униформы SCP-1678A SCP-1678B Роль, наблюдение, название, глаз в небе SCP-1678B — это биомеханические конструкты, напоминающие небольших птиц Они состоят из центральной массы красной органической материи Заключенной в медный экзоскелет, воссоздающий хребеты кости крыльев На месте расположения головы находится небольшая видеокамера Остатки перьев и пластика на внешней оболочке позволяют предположить Что изначально эти создания напоминали голубей Как известно, SCP-1678B не способны к враждебным действиям Однако не стоит недооценивать их способность следить за передвижениями МОК Поскольку в настоящее время неизвестно, способны ли они связываться или вызывать SCP-1678A SCP-1678B сравнительно легко содержать или уничтожить Однако, учитывая огромное число экземпляров, полностью остановить их слежку за действиями фонда крайне сложно Отсылки к SCP-1678B встречаются на некоторых постерах, выследованных фондом районах На них изображен маленький голубь, наблюдающий за криминальной деятельностью Ниже имеется слоган «Нон-Лондонские глаза в небе» С небольшим сообщением о том, что люди, уничтожающие или наносящие повреждения глазу в небе Могут провести до шести недель в блоке SCP-1678C Роль неизвестна Название – Ничтожество SCP-1678C выглядят как гуманоидные фигуры, одетые в лохмоте Они старого возраста и обычно, хотя и не всегда, женского пола Встречаются исключительно вне удерживаемой фондом территории С SCP-1678C почти не было прямых контактов Потому в настоящее время неизвестно ни об их количестве, ни об уровне угрозы Которой они представляют Секретности или безопасности фонда SCP-1678C обычно встречаются сидящими на углах улиц С миской для подаяний Увидев сотрудников фонда, они начинают умолять и выпрашивать еду или деньги При этом взывая к жалости или милосердию Если предоставить подобной сущности еду, она начинает плакать После чего дематериализуется во вспышке густого черного дыма В настоящее время сотрудникам фонда предписывается не контактировать с ними SCP-1678C кратко упоминается в аудиосообщениях Не жалейте ничтожеств, пусть они вечно расплачиваются за свое предательство Помните, сограждане, в тот день, когда Нон-Лондон восстанет, я вознагражу верных, но предатели обречены на вечное проклятие SCP-1678D Роль, поставка продовольствия Название Чудо-еда доктора Гуди SCP-1678D считается основным пищевым продуктом в том случае, если SCP-1678 будет заселен Его легко получить с помощью стальных торговых автоматов, установленных практически в каждом здании или сооружении, предназначенном для проживания Торговые автоматы представляют собой вертикальные стальные насосы, похожие по размеру и форме на современные бензоколонки В них имеется монета приемника, гибкий резиновый шланг, оканчивающийся пневмораспыляющим пистолетом При внесении необходимой платы автомат производит пол-литра SCP-1678D На всех торговых автоматах имеется надпись «Чудо-еда доктора Гуди» и изображение улыбающегося ребенка с миской SCP-1678D и текстовым пузырем Которым утверждается, что продукт стоит всего фаринг за миску, что он содержит все необходимые вам питательные вещества и полностью восстанавливает здоровье и жизненную энергию Было установлено, что продукт чрезвычайно притягателен для SCP-1678B и С, а также неизвестного вида цветного моллюска Который встречается возле любого протекающего автомата SCP-1678D – это синтетический крахмаловый гель, содержащий крайне большое количество видов микроэлементов, витаминов, жиров и наполнителей Кроме того, в нем имеются неопознанные молекулярные структуры и различные искусственные спирали ДНК, включенные в клеточные структуры По вязкости и вкусу он схож с овсяной кашей Как и указано в рекламе, SCP-1678D содержит все питательные вещества, необходимые для краткосрочного выживания Однако исследователи фонда установили, что питание данным продуктом более 6 недель вызывает опасную потерю веса По причине малого содержания жиров и белков Также появляется большая вероятность возникновения таких заболеваний, как ЦНГ SCP-1678D, по всей видимости, создан для влияния на психику рядового потребителя Смесь неизвестных молекулярных соединений увеличивает у человека его покорность властям Снижает стремление совершать акты насилия и вступать в половые контакты Уменьшает тенденции к проявлению страха и паники А также положительным образом воздействует на мораль Кроме того, продукт обладает предумышленно встроенным побочным эффектом Если потребитель внезапно перестает питаться гелем, у него появляются головные боли и симптомы депрессии Поскольку в условиях SCP-1678 создание другой еды является проблематичным SCP-1678D служил бы основным пищевым продуктом в случае крупномасштабного заселения города Сотрудникам фонда запрещено употреблять SCP-1678D Даже в небольших количествах не все торговые автоматы производят гель одинакового качества Некоторые создают испорченный продукт, вызывающий потребителя тяжелые психические или физические нарушения Или даже приводящие к смерти В настоящее время неизвестно, какое именно существо, человек или разум ответственен за создание и обслуживание SCP-1678 Также неясно, для какого события или катастрофы был подготовлен данный город Солнце никогда не заходит над Британской империей Перевод Запись 1 Мое имя Якоб Хабскворд Доктор Оливер сказал нам записывать свои мысли, чтобы не сойти с ума тут, в темноте Не то, чтобы мне было скучно или я боялся этого, но приказы есть приказы На поверхности я был специалистом по содержанию Я провел большую часть дней или тут, в Лондоне, или в главной зоне содержания в Англии, что в Кенте Я работаю с Кирой Норд, текущим главой отдела безопасности зоны Я бы не сказал, что мы партнеры, но мы вместе хорошо работаем Каждый день мы находим что-то новое для изучения В прошлом месяце мы заметили, что тут возможно выращивать растения Как растения может фотосинтезировать, без той части, что фото, мне не ясно Но тут мы организовали небольшую ферму рядом с базой у Гайдпарка Уверяю вас, они растут не быстро, но они растут Учитывая, что это место, похоже, копирует Лондон, в этом есть какой-то смысл Даже в городах с плотной застройкой есть парки с растениями Пока мы будем поддерживать тут существование базы, мне будет чем заняться Боже, можете представить, каково заниматься этим всю жизнь? Эти Бобби, та еще, блин, угроза, постоянно доводят исследователей Записывайтесь в фонд, говорили они Боритесь с монструозными гуманоидами во благо людей, говорили они Они были на удивление честны в своей брошюре Одна вещь начинала меня беспокоить Мы потеряли контакт с внешним миром с утра Конечно, это не первый раз, когда такое случается Но обычно в таких случаях мы получали весточку от станции наверху, к полудню Сегодня этого не произошло, я уверен, ничего такого Но предполагается, что мы будем записывать все, что нас беспокоит Это я и делаю Кроме того, это обстоятельство обеспокоило персонал За весь день Бобби так и не напали на нас Что даже более странно, чем потеря контакта с поверхностью И Лиза говорит, что что-то не так на поверхности Может быть даже событие класса ХК Она всегда бесится от всякой мелочи И я приказал ей не сообщать эту догадку другим Честно говоря, вот это меня уже обеспокоило Потому что мне не нужно, чтобы распространялись панические настроения Она надулась, когда я отдал ей такой приказ Но ничего, переживет Я убедил Киру, что нам нужно отправить патрульных наверх Чтобы проверить подстанции и выяснить, что там происходит Скорее всего ничего Но нужно проверять все варианты Вот и все Знаете, я и правда чувствую себя лучше Общее предупреждение Это сообщение будет повторяться Это общее предупреждение от зоны 19 совета О5 Весь персонал фонда должен найти укрытие там, где он находится Пребывание на солнце необходимо избежать любой ценой Ни при каких обстоятельствах не вступайте в связь сущности BSCP-001 Мы знаем, что они пытаются вступить с вами в контакт Не реагируйте на это Они мертвы Не отвечайте им Не соглашайтесь с тем, что они говорят Персонал должен пересмотреть существующий план эвакуации В силу того, что зона 19 более небезопасна из-за некоторых проблем Проект по колонизации пространств вне мира На данный момент приостановлен до того момента Пока зона не будет безопасна Учитесь-то о наших ошибках Но не идите сюда Мы... Вот дерьмо, вентиляция, стреляй Прошу прощения за это Зона 19 полностью безопасна Игнорируйте сказанное раньше SCP-001 нейтрализован Поверхность полностью безопасна А мир там прекрасен Это сообщение будет повторяться Запись 2 Доктор Ольвер разбрызгала свои мозги по всему офису собственной пули с утра Вы можете подумать, что начальство поменяет свое мнение по поводу всей этой самотерапии Но ей все еще необходимо заниматься по правилам Оказывается, что мне повезло Что я оказался в Нон-Лондоне, когда солнце взбесилось Не то чтобы происходящее меня сильно взволновало Но все же В чем причина? Если вы проводите какое-то время на солнце Вы начинаете плавиться Если проводите достаточно много времени Пути назад уже нет Боже, вот это вот новая нормальность Голоса по радио говорят одно и то же Мол, ничего не случилось Выходите и смотрите на солнце Сегодня из радиоприемника было слышно жену Джеймса Она умоляла его выйти Нам пришлось насильно удерживать его Но в этом, похоже, мало смысла Прошлой ночи я увидел, как наружу вышла половина моей команды Они расплавились в лунном свете Этим утром они вернулись и просили впустить их обратно Не удивлюсь, если Джеймс накормит себя пулями до конца Звучит приветственное сообщение Кто-то спускается по лестнице Мне надо идти Мои дорогие сограждане Если вы это слышите Это значит, что тот мир, который вы знали, погиб Солнце испорчено Земля топчется чудовищными ногами И весь ужас и безумие вырывается наружу Для того, чтобы обрушиться на мир людей Те, кто были призваны его сдержать, убиты или рассеяны Вскоре вы узнаете, что попытка сражения с этими существами Это верная смерть Миллиарды были превращены в монстров и чудовищ И ничего, ничего мы не можем им противопоставить Зло подняло свой кровавый флаг над всеми нациями мира И возвестило победу нечистого солнца Да, это конец Но есть и новая надежда Добро пожаловать в Нон-Лондон Город выживших Город свободных Вместе, дорогие сограждане Мы подготовимся и дождемся нового начала Великого нового мира Который скоро наступит Пусть мир на поверхности горит Мы стерпим Пусть у монстров будет свой мир Мы подготовимся Пусть землю сотрясает Рамагеддон Пока зло пожирает само себя Вот что я скажу тебе, гражданин В день гибели человечества Их бесконечные аппетиты Повернут их друг против друга В их бесконечной жажде смерти Мы будем ждать И я скажу тебе, гражданин Будет новый рассвет И ты выйдешь из Дон-Лондона Моргая на свету неиспорченного солнца Увидишь, как наши дети играют И смеются на костях ужасов Что давно умерли Мы будем гулять Рука об руку у моря Мы обратим наши лица к небу И восходящее солнце возвестит новую эру человечества Соберитесь, граждане, у моих ног Пока я взываю к упокойному Нон-Лондону Как Феникс он восстанет из древней пыли И в этот день, гражданин Начнется новый порядок Потому что скоро мы поднимем наш флаг над всем миром И добро пожаловать в Нон-Лондон Последний город И первый Перехваченный радиосигнал Джеймс, это Амелия Я больше не больна Я была в офисе доктора, когда свет поменял всех нас Теперь больше нет болезни Не знаю, слышишь ли ты Но тебе нужно подняться Тут так прекрасно Нет больше голода Нет больше войн Нет больше страданий Мы все объединены в гармонии мире Наши матери тут Наши отцы тоже Все мы ждем тебя, Джеймс Помнишь, как ты сделал предложение? Пляж на закате в Ботаническом заливе Целый мир встал на паузу Когда ты упал на колени и сказал, что любишь меня Ты говорил, что не хочешь жить без меня, Джеймс Ты лгал? Джеймс, мы так по тебе скучаем Доктор сказал, что у нас будет мальчик Вернись к нам, Джеймс Тут так прекрасно Запись 3 Я думаю, они не знают, что мы тут Так что заткнись Потому что если мы что-то не запишем Тогда никто не узнает, что за хрень случилось Слушай, я этим занимаюсь Следи за всем и не дай им себя увидеть Мы проиграли Это было жестко После нападения на входной переход Мы отступили в гайдпарк Палаточный городок Там было замечательное маленькое сообщество Самых скучных женщин и мужчин Которых вы встречали Припасов нам бы хватило на год или два И к тому времени Мы надеялись стащить с поверхности Несколько ламп дневного света Мы могли бы выращивать картошку и морковь Но, конечно, все снова пошло по известному органу У нас было около 4 часов сна Прежде чем мы все проснулись Кричащие Все мы Я помню сон с огромным глазом Который смотрит на меня из-за бесконечного горизонта Он был злобный Разочарованный Было так жарко Что когда я пытался дышать Это сжигало мои легкие Внезапно моя одежда загорелась Я не умер и даже не отключился Моя кожа начала пузыриться и плавиться А глаз начал выглядеть довольным Затем я заметил, что у этой штуки есть брови Не знаю, как я этого не видел Но это было лицо Затем из-за горизонта появилась рука А из-за меня вылетела стая голубей И сдал этот ужасающий крик Птицы напали на руку Расклевав ее до костей Но та продолжила приближаться Она зачерпнула лужу Что была мной И поднесла к своему рту Тут я и проснулся Мне кажется, город пытается предупредить нас Не знаю, как это работает Но эти тупые штуки в виде голубей Взбесились, летая над нами Они видят грядущее Даже если мы не видим Мужчина, который разбирался в охранных системах Был потерян прошлой ночью А еще тут целое наводнение из плоти Что стекает по лестнице И расползается по городу Я не знаю, сколько человек выбралось из гайд парка Но не очень много Нога Джеймса похожа на фарш И Лиза выбилась из сил Единственный, кто тут еще держится Это Кира И она задумала бросить тех двоих Я сказал, что надо бы остановиться И записать еще одно сообщение Она посмотрела на меня так Как будто я сошел с ума Может и сошел Но я не оставлю Лизу позади Если бы мы просто убежали Эти штуки бы ее не достали Я не знаю, можно ли сделать что-то для Джеймса Но мы пытаемся По крайней мере, кровотечение остановилось Когда началось нападение Защита периметра не среагировала Хорошо, что мы уже к тому времени проснулись Мы открыли огонь Но я не знаю, чего мы хотели добиться Стреляя по огромной стене плоти Она перевернула все и всех, кто не убежал Кира говорит, что мы могли бы нанести Этой штуке урон огнем Ну где же мы достанем горючее? Единственная положительная сторона Происходящего в том Что Бобби дерутся на нашей стороне Это сильно помогает Я было подумал, что мы уже мертвецы Но тут громкоговоритель закряхтел Своим обычным голосом И сказал, что мы можем укрыться В здании парламента Туда мы теперь и направляемся Подними Джеймса, мы выдвигаемся Надеюсь, это не конец истории Публичное объявление Этот город задумывался Как сияющий маяк во тьме Во времена, когда человечество пазет Вы опозорили его Вы уничтожаете все живое И превращаете это в подобие себя Я предупреждаю вас в последний раз Идите обратно к своему порченному солнцу Вы тут ничего не найдете, кроме тьмы Ваш свет не имеет силы тут Горите И отвечайте за свои преступления чудовища Я брошу вас в пламя погибели Запись 4 Нам пришлось оставить Джеймса Думаю, он понимал, что скоро умрет Кира предложила отстрелить ему голову Чтобы эта хрень не достала его Но Джеймс сказал, что хочет увидеть семью Я не знал, как мне реагировать Но надеюсь, он сейчас счастлив Кира и Лиза и я добрались до Вестминстера Никогда не видел так много Бобби в одном месте Они расступились ровно настолько Чтобы мы могли войти в здание Несколько дней назад я был бы в ужасе от такой картины Но сейчас это меня даже успокоило Странные дни наступили Парламент был пуст Не считая охраны из монстров Нон Лондона Большинство из них охранили дверь И несколько из них провели нас через лабиринты здания Если бы их не было, клянусь, я бы не нашел путь Мы вышли в комнату с резервуаром в центре Достаточно большим, чтобы вместить человека Но пустым Только пятно жидкости на полу Которое указывало на другую дверь Бобби не разговаривает Но они указали на эту дверь руками Ну и что мы должны были делать? Убежать обратно? Там был ряд ступенек, ведущих вниз Мы слышали, как дверь закрылась за нами Затем мы услышали громкий шум Мы дошли до конца лестницы и вышли к песчаному пляжу Там была деревянная платформа с маленьким пароходом Привязанным к ней веревкой И еле видным в темноте Мы видели, как Нон Лондон нависал над нами Но единственным путем назад было вернуться обратно Тем же способом, что мы пришли сюда На пляже находился причал на две лодки Но второй не было Осмотр этой местности с воздуха в прошлом месяце Не выявил ни одной Кира и я так и не поняли, откуда взялась лодка Но это и не имело значения Когда кто-то бросает тебе спасательный жилет Ты его берешь И задумываясь о том, откуда он взялся Мы понимали, что другого выхода нет Так что забрались на борт Когда мы уже шли по воде и находились далеко от города Что-то взорвалось в центре Нон Лондона И заки пламени горели белым и желтым Плоть шипела и кричала Весь город умирал И его монстры вместе с ним Если эта река представляет собой копию Темзы То мы скоро должны будем дойти до большой воды Мне думается, что корабль сам знает, куда ему идти Нам, в общем-то, даже не нужно рулить И Лиза нашла записку в комнате с двигателем Там было написано Соберите своих друзей Соберите свои вещи Соберите свой свет Путь в Нон Дублин Темен, но конечен Если вы проделаете его Я оставлю для вас пинту Мне не терпится поговорить с автором об этом